Для того, чтобы заработало новое северное направление на Нижний Новгород, не хватало только полноценно функционирующего контрольно-пропускного пункта. 203-я дорога и трасса Саров-Кременки сданы. Оставалось лишь укомплектовать штат комендатуры КПП. Все официальные процедуры соблюдены, и новый КПП начал свою работу. Участвовал и Федеральный ядерный центр постройки непосредственно контрольно-пропускного пункта. Необходимо было из города подвезти дорогу, и вы видите вот такую прекрасную современную дорогу. Необходимо было сделать выезд в область, и область здесь также хорошо потрудилась. Планируется, что к 2020 году путь из Сарова до Нижнего Новгорода сократится на 20 километров. Немаловажная функция нового контрольно-пропускного пункта – это разгрузка уже имеющегося направления через 3-й КПП. В скором будущем дорога будет оснащена системой видеонаблюдения. Произойдет это после того, как новая дорога появится в системе ГЛОНАСС. Установят также знаки и таблички с наименованием города. Мало того, там еще заложены деньги на ремонт дороги от Суворова до Кошелихи. Это еще будет продолжаться ремонт, на следующий год деньги запланированы. В честь такого важного для города события был организован автопробег по направлению Саров-Глухово. Его участникам посчастливилось первыми проехать через 4-й КПП и по новой дороге отправиться в Глухово. К слову, благодаря открытию нового направления время в пути значительно сократилось. Теперь до Глухово саровчане будут добираться не больше, чем за 20 минут. Если мы поедем сейчас через Кошелиху и Глухово, уже по готовой трассе, это минус 6 километров. А если мы поедем, надеемся, мы договорились с правительством, что они в ближайшее время включат ремонт дороги через Суворова, там будет еще минус 6 километров. Поэтому область идет навстречу. Большое внимание сейчас уделяется именно строительству периферийных дорог областных. Пунктом назначения автопробега стала Глуховская средняя школа. Там активисты молодежного совета при главе города провели атомный квест. Школьники приняли участие в игре по станциям. Ее организаторы ставят перед собой важную цель – погрузить ребят в мир технических специальностей, развить логику, точное мышление и кругозор. По пути в Глухово организаторам автопробега удалось оценить все преимущества нового направления. Четвертое КПП позволило серьезно разгрузить временную составляющую. По расстоянию, конечно, примерно одинаковый маршрут получается по расстоянию. Но по времени четвертое КПП серьезно разгружает ситуацию. Мы оказались быстрее, проехав через четвертое КПП, оказались быстрее здесь, около школы. Добираться до ближайших населенных пунктов и Нижнего Новгорода саровчане смогут через 10 досмотровых площадок для автомобилей и 6 проходов для пешеходов. По предварительным оценкам, четвертое КПП может пропускать до 200 автомобилей в час. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.